здравствуйте дорогие друзья канал теплоресурс меня зовут александр в этом видео мы поговорим о термоголовке о том как она устроена как она работает и где ее стоит применять вообще видео поделим на три части первая часть это я расскажу о том как устроена термоголовка часть будет уже пример вот на таком испытательном стенде совершенно его на инновационные технологии испытательного стенда просто американцы бы обзавидовались вот на таком стенде мы посмотрим как работает термоголовка а следующая часть видео я дам рекомендации как правильно устанавливать термоголовку и каких ошибок и косяков стоит избегать при установке термоголовки собственно у нас имеется сама термоголовка и имеется клапан клапан под термоголовку обязательно должен быть специальным он имеет направление и также специальное уплотнение которое находится внутри него покажу поближе к сожалению очень плохо видно но он отличается от обычного клапана клапана имеется вот такой вот шток термоголовка у нас одевается сверху вот так вот на клапан и эту термоголовку специально для вас я уже разобрал чтобы мы посмотрели как она устроена вообще в термоголовке есть элемент жидкостный сейчас я разберу то есть у нас кольцо в принципе тоже так элемент декора так сказать это элемент декора и вот это но это просто наклеечка и вот сама термоголовка самая внутренняя часть которая устанавливается вот так вот на клапан вот в этой части в этой части находится жидкость при лечении температуры жидкость которая находится в этой части она начинает расширяться то есть как и все остальные жидкости и оказывать давление вот на этот шток то есть при раз при нагревании когда у нас комнате потеплело она увеличивается в объеме и давит наш ток тем самым перекрывая перекрывая поток радиатора здесь у нас видно что вот вот тем вот окончанием у нас идет давление на вот это вот часть и проходя уже через такую пружину она вот так вот давит на вентиль также здесь установлена пружина в самой термоголовке при остывании в комнате чтобы у нас включилась отопление обратно за счет пружины то есть в вот в этом месте у нас остывает жидкость наша она сужается в объеме пружина особенно оказывает на нее давление и у нас уже открывается вот этот шток то есть принципе я думаю все понятно все легко при нагревании у нас жидкость увеличивается в объеме и давит на этот шток при остывании жидкость уменьшается в объеме и уже за счет пружины шток возвращается в верхнее положение открывается допустим уже наш с вами вентиль час мы на примере этой термоголовки посмотрели как она вообще устроена и как работает теперь давайте перейдем к испытательному стенду также хотелось бы обратить ваше внимание что на термоголовках существует преднастройки температур то есть деление 1 2 3 4 5 я думаю вы все это видели и эти деления в зависимости от производителя у всех по-разному соответствует какой-то из температур двоечка может быть 16 градусов троечка может быть 20 градусов и вот сейчас давайте при помощи термоголовки мы определим какая температура у нас в помещении вот у нас есть такой испытательный стенд это ведро она заполнена водой она имитирует у нас всю систему отопления через которую подается тепло в радиатор радиатор у нас по идее должен находиться вот здесь я думаю вы все сами прекрасно представляете что термоголовка вот так вот как кран работает сейчас она стоит на нулевом делении и полностью перекрытым чтобы определить температуру какая у нас помещение мы будем потихоньку открывать термоголовку и когда потечет вода соответственно температура срабатывая термоголовки она будет равна температуре воздуха в помещении и вот сейчас открываем у нас снежинка сначала появилась теперь единичка на единичке у нас вода не течет из термоголовки соответственно в помещении у нас точно есть 10 градусов продолжаем открывать дальше вот мы подбираемся к двоечке и на двоечке как мы можем видеть и слышать потекла у нас вода из термоголовки соответственно температура в помещении она приблизительно в диапазоне то есть сейчас у нас слабый поток в диапазоне от 16 градусов до 20 градусов так как на 20 градусов термоголовка у нас открылась на полную и потекла у нас жидкость соответственно мы понимаем что если у нас помещение температура в районе 16 градусов то у нас термоголовка откроется и у нас будет вот таким вот образом заполняться радиатор горячим теплоносителем теперь давайте сымитируем ситуацию когда у нас температура в помещении нагрелась и термоголовка должна закрыться для этого нам потребуется строительный фен такой вот при помощи которого мы будем нагревать нашу термоголовку имитируя нагретие помещения сейчас я открою термоголовка давайте на четвертое деление и буду ее греть феном до тех пор пока у нас не закроется головка и не перестанет течь вода то есть сейчас будет немного шумно вот я открываю у нас на двоечку уже потекла вода сейчас открываю на четверку и грею феном нашу термоголовку время срабатывания у термоголовки достаточно долгое поэтому все вот так быстро не произойдет как по волшебству и вот как мы увидели у нас сейчас полностью перекрылась термоголовка потому что помещение воздух в помещении он нагрелся до необходимой температуры на самом деле все так быстро не происходит так быстро термоголовка не выключается просто это случилось у нас из-за того что мы феном грели а так время срабатывания допустим жидкостной термоголовки она в районе 15-20 минут а если это твердотельная головка то там может быть и 20-25 минут самыми популярными конечно на рынке являются жидкостные твердотельные они немного подешевле и чаще всего для застроя комплектуются термоголовка посчитала нужным посчитала что нас помещение нагрелась до необходимой температуры и закрыла наш вентиль соответственно в радиатор теперь тепло не поступает и вот сейчас пока мы с вами будем продолжать общаться оставлю вот так термоголовку и она будет остывать остывать и в какой-то определенный момент нашего с вами диалога она откроется полностью и потечет потечет у нас жидкость тем самым опять заполняя радиаторы горячим теплоносителем вот пока мы ждем пока у нас откроется термоголовка давайте обсудим рекомендации по установке термоголовок и также поделюсь своим опытом у меня дома установлены термоголовки эта квартира у меня пользоваться ими достаточно комфортно очень экономно из плюсов допустим когда я ухожу на работу в 8 утра на улице у нас минус 20 градусов в течение дня температура может подыматься до минус 5 градусов если бы не было термоголовок то радиаторы они как кочегарили бы на полную либо там в четверть прикрыты так бы и продолжали кочегарить с термоголовками соответственно у нас прогревается снаружи по воздух прогревается и в помещении воздух и радиаторы за счет термоголовок они прикрываются тем самим экономия мои средства мои затраты на отопление но одним из минусов использования термоголовок что лично мне не нравится с термоголовками радиаторы работает не постоянно он либо закрыт либо открыт и вот так вот постоянно идет вот в те моменты когда уже радиатор закрылся и начинает подостывать от окна начинают дуть холодный воздух то есть тогда радиатор перестает отсекать потоки холодного воздуха от окна и этот воздух проникает проникает в помещение то есть конечно комфортнее намного когда у вас постоянно работает радиатор и просто меняется температура теплоносителя но к сожалению в квартирах достичь такого эффекта его практически невозможно поэтому спасаемся вот так вот термоголовками также из удобств хотелось бы отметить что к термоголовкам подхожу я достаточно редко то есть выставляю какое-то определенное значение чаще всего это бывает четверка и меня температуру в комнатах общего пребывания достаточно редко в спальне ну иногда меня на ночь я прихожу перед тем как ложиться спать я ставлю немного по прохладнее чтобы было по комфортнее просыпая ставлю уже побольше теперь хотелось бы поговорить о нюансах установок термоголовок как их устанавливать не рекомендуется а как правильно и одна из самых неправильных ошибок это устанавливать термоголовку и сам витель в вертикальном положении то есть вот так вот повернуть если бы у нас термоголовка стояла вот таким вот образом над вентилем я думаю что вы видели даже встречали в своей практике такие варианты что вот таким образом установлена термоголовка но к сожалению это неправильно так как тепло поступающие от крана а кран у нас будет горячей от того что через него постоянно постоянно идет теплоноситель она будет воздействовать на термоголовку и термоголовка будет работать некорректно она постоянно будет открывать закрывать и чаще всего не соответствовать будет вот эти вот деления которые установлены на ней текущей температуре в помещении поэтому термоголовку необходимо устанавливать в горизонтальном положении вот таким вот образом, либо можно вот так вот установить, чтобы тепловые потоки от вентиля и от радиатора также они никаким образом не могли воздействовать на работу термоголовки и не сбивать ее с толку. Также одно из замечаний, если у вас установлены радиаторы за шторами, то никакого смысла тогда в термоголовках нет, потому что между стеной и шторой радиатор создает свой микроклимат и соответственно, головка уже будет у нас работать по климату, который между радиатором и шторой и также никак не будет воспринимать общую температуру в помещении, то есть у нас будет здесь вот между радиатором и шторой достаточно тепло, а в помещении уже будет холоднее. Кстати, для таких специальных случаев используются термоголовки с выносным датчиком, сейчас вот сюда прикреплю картинку, вы ее посмотрите и головка у нас собственно ставится на сам вентиль, а датчик от нее ставится уже куда-нибудь в несолнечное место в открытом помещении, тем самым никакие потоки воздуха от радиатора и вот эта прослойка между шторами, они никак не влияют на работу этой термоголовки и она уже будет корректно работать за счет этого выносного датчика. Ну а пока мы все еще ждем, когда у нас откроется термоголовка, я хотел бы вас немного попросить подписаться на мой канал, поставить лайк. Также не забывайте, что у нас есть инстаграм аккаунт, в котором тоже много интересного, он сейчас появится вот здесь, а ссылка на него будет в описании. Вот термоголовка достигла уже определенной температуры, приближается к комнатной температуре и она потихоньку начинает открывать наш вентиль. Сейчас мы посмотрим немного подольше и увидим, как все сильнее и сильнее будет увеличиваться поток выходящий из нее воды. И вот сейчас с каждой минутой все больше и больше становится видно, что поток воды увеличивается и соответственно, чем больше у нас будет остывать термоголовка, чем больше у нас будет остывать помещение, тем больше у нас будет увеличиваться поток воды. Вот мы и разобрались, как работает термоголовка, провели эксперимент, послушали о нюансах ее остановки. Если вам было интересно, напишите комментарий, поставьте лайк. Спасибо за просмотр. До свидания.